Всем приветик! Ну что, сегодня последний день, когда слоны находятся в городе. И мы с ребенком пришли попрощаться со слонами. В общем, смотрите, это наш городской театр. Я тут первый раз. Красиво, правда? Миллион народу и все слоны, которых 130 там чего-то штук, привезли сюда. Можно последний раз на них посмотреть. И с той недели они уже отправятся на аукцион и будут продавать. Как я уже рассказывала в прошлом видео, это благотворительное мероприятие. То есть слонов будут продавать, деньги пойдут все на хоспис наш местный, сафлокский, нашего графства. В общем, когда мы делали этот elephant trail, то, честно говоря, мы не всех слонов смогли найти. Поэтому я сейчас иду, вижу даже таких, которых мы не видели. Ну и вот народу много, дети наши где-то там потерялись. Я говорю дети, потому что у нас Ян со своим другом пришел сюда. И сейчас пойду их искать. Ну, круто, правда? Смотрите, как красиво тут даже в здании. Хочется сходить в театр когда-нибудь хоть раз. Но это произойдет, видимо, тогда, когда наши дети смогут с кем-нибудь оставаться, кроме нас. Итак, всех приглашают на аукцион. Как здесь говорится, 3 октября. Не пропустите, зарегистрируйтесь. И у вас есть прекрасная возможность приобрести такого слона, который вам понравится. То есть, это значит, что приобрести может не только какая-то организация, но, в принципе, любой человек, любой каприз за ваши деньги можете купить любого понравившегося вам слона. Не знаю, сколько может стоить слон. Ну, может быть, тысячу даже фунтов. Или даже больше. Значит, меня просили отчитаться про слонов, сколько мы нашли. Я прошу прощения, что я не упомянула это видео. Потому что у нас как бы не было такой целью именно найти всех слонов. Мы просто хотели побегать, повеселиться, ну и по городу погулять. Нашли мы примерно 120 слонов. Но это, естественно, не за один раз, несколько дней. Два с половиной дня мы ходили, искали этих слонов. Были такие, которых, да, не нашли просто потому, что они находились не в самом центре, а чуть-чуть где-то в отдаленности. Вот, но хотелось тоже по итогам аукциона сказать, что собрали деньги после аукциона. Было продано около 40 слонов, по-моему, из 139. Этот аукцион собрал 261 тысячу фунтов в пользу хосписа. И как хоспис сказал, что 200 тысяч фунтов это приблизительно покрывает неделю работы хосписа. Всего лишь. Представляете, как это дорого. Вообще я даже не подозревала. И самый дорогой слон, которого продали. Угадайте, какой? Конечно же, Castle on the Hill. Это тот самый слон, который посвящен жизни и творчеству нашего сафлокского певца Эда Ширана. На аукционе он ушел за 10 тысяч фунтов. Остальные слоны стоили по-разному. И тысячи, и две. И этот аукцион шел и лайф, и можно было тоже из дома по интернету ставить ставки и купить даже онлайн, не выходя из дома. И интересный тоже там один слон был такой, назывался он Hero. И он символизировал все службы экстренной помощи, которые существуют. То есть пожарные, парамедики, вот такие вот всякие. И его купили. Группа людей объединилась. Их было 12 человек. Они скинулись по 500 фунтов. Они его купили в складчину и подарили хоспису. То есть он теперь стоит в хосписе. Вот тоже такой интересный момент. И, ну, вот эти представители хосписа сказали, что они были вообще шокированы. Просто не ожидали такого поворота событий. В общем, вот так вот прошла эта благотворительная акция. Может быть не в следующем году, может быть через два года. Я уверена, что организуют еще какой-то трейл и еще какую-то акцию. Потому что очевидно, что это было очень-очень популярно и среди взрослых и детей. И, в общем, принесло хоспису достаточно много денег. Так, всем привет. Прямое включение из алкогольного отдела. Знаете, какие самые пустые отделы в супермаркетах в Англии? Это еда для собак и кошек и алкоголь. В общем, нас сегодня занесло в алкогольный отдел. Смотрите, тут какие новинки. Я давно не была. Во-первых, есть алкогольные джемы. Я не знаю, может в России это тоже сейчас продается. Но здесь, может быть, тоже. В общем, я первый раз наткнулась. Ты не интересуешься алкоголем? Нет. К счастью, нет. Смотрите, есть лайм, мохито джем или пич беллини. В общем, как здесь написано. Это джем с добавлением какого-то алкогольного напитка. И написано «Pitch Spread with Prosecco». Или вот это «Lime Spread». Ну, «Lime Spread» это значит то, что можно на хлеб намазать, да? С белым ромом. Прекрасно будет, если намазать на тост или если добавить в свой любимый коктейль для дополнительного вкуса. И тут внутри прямо на самом деле фрукты, да? И алкоголь. Вот. Я не знаю, модно сейчас такое в России? Тут, видимо, модно. И вторая новинка в алкогольном отделе – банка внутри с ликером. Бред, конечно, за 6 фунтов. Ну, вот здесь написано какой-то английский ревень. Есть такое, знаете, растение ревень. Надеюсь, правильно ударение с в этот раз. Джиновый ликер, какой-то английский ревень. Это тоже ликер на основе джина, английская клубника. И, в общем, в чем прикол этой банки? Почему он в банке? Вы же, наверное, знаете, что сейчас модно из банок пить на вечеринках. Так, здесь вот ручки нет у этих банки. Написано, добавьте в эту банку лед, вылейте этот ликер и добавьте просеку. А потом вставляете соломинку, трубочку полосатую, и будет вам счастье. Вот такие вот хиппетерские товары в нашем винводочном отделе. Скромный набор джентльменов. Книжка про Томаса и две бутылки вина. Вот это греческое вино. Рецино. Не знаю, кто это пробовал или нет. Это такое вино на любителя. Потому что... Ну, некоторые говорят, что оно ужасное, да? Это как Marmite. Love it or hate it. Некоторые говорят, что оно ужасное, потому что оно такое горьковатое и как смола на вкус, да, немножко? А некоторые говорят, что оно прекрасное. Вот мой муж считает, что прекрасное. А вот еще, смотрите, очень смешно. Здесь продается Marmite. Ну, наверное, многие знают, это такое английское тоже чисто изобретение. Экстракт дрожжей, который мажется тонким слоем на тостик с маслом и тоже там с чаем или с кофе. В общем, это имеет очень странный вкус, эта паста. И реклама этой пасты тоже очень смешная. Если вы в гугле наберете, ну, на ютубе Marmite ads, то увидите много смешных роликов. Но основная идея этих роликов, там у них такой рекламный слоган Love it or hate it. Что есть люди, которые либо любят это, либо ненавидят. И вот, смотрите, выпустили какую банку. Здесь есть такой гипнотизирующий узор, на который, если долго смотреть, то он вас загипнотизирует. И под этим гипнотизирующим узором написано, вы не ненавидите Marmite, вы его любите. Мне кажется, очень смешная шутка. Вот. Я, кстати, не люблю и не ненавижу. Могу съесть, если очень надо. Но себе бы покупать не стала. Наверное, все-таки ближе к hate it. Смотрите, что я вам сейчас покажу. У всех людей осень. Все уже отцвело. Вот наша лаванда. Мы ее обрезали. Вернее, дети обрезали по моему заданию. Вот уже осенью, как положено, цикламены растут. И обратите внимание на это буйное цветение. У всех уже все отцвело. А у нас все только в самом разгаре. Вот, представляете, какая красота. В общем, секрет такой, что я купила эту гортензию в Лидли. Ну, это супермаркет такой дешевый у нас в марте. Она была цветущая. Продавали цветущие гортензии. Ну, знаете, в марте гортензии не цветут. В общем, ее как-то искусственно зацвели. Она поцвела. Я ее обрезала и думала, все, до следующего года. А она вот к концу лета зацвела. И сейчас уже октябрь. Она вот только-только, видите, у нас раскочегарилась. Еще будет цвести, если успеет. Ну, если не успеет, может, мы ее домой возьмем чуть-чуть на передержку. Доцвести или обрежем. Не знаю даже, как правильно сделать. В общем, такая вот интересность.